На телеканале Лаба Время новостей в студии Людмила Никонова. Здравствуйте! В этом выпуске. Честь Дня строителя состоялась в честовании лучших представителей профессии. Герои праздника принимали поздравления в городском доме культуры. Санитарная пятница. На этой неделе работы продолжились в сквере на улице Турчанинова. И все ближе к финалу. Спонсор квест-викторины вручил призы победителям второго этапа. Две недели остаются до начала нового учебного года. В этот же день, 1 сентября, в городе пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города и Дню Лабинского района. Программа готова. Праздник обещает быть интересным. В администрации на этой неделе провели совбез, на котором обсудили вопросы безопасности во время проведения массовых мероприятий. В зале заседаний члены постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка и безопасности. Впереди череда массовых мероприятий, связанных с началом учебного года, с Днем города и района и выборами. Безопасность школьников должна быть не только 1 сентября. В течение всего года образовательные учреждения заботятся об этом. В день 1 сентября будет усилен пропускной и внутриобъектовый режим на территориях и в зданиях образовательных организаций во время как первого звонка, так и вообще на период всего учебного года. Также нами подписаны на данный момент со всеми 30 образовательными организациями, школами имеется в виду договора на охрану специализированной организации на частную охранную деятельность, у которой есть лицензия, это казачья дружина, город Курганецк и в том числе еще на Центр детского творчества. Повышенное внимание к правопорядку и общественной безопасности будет во время празднования Дня города и района. Все ответственные отчитались о готовности. Хотел бы поблагодарить и органы прокуратуры, и отдел внутренних дел, и все службы, ведомства, которые здесь присутствуют за качественное взаимопонимание и сотрудничество. Я уверен, в таком ключе, в единой команде, в команде нашего губернатора и президента, мы обязательно все удержим, сделаем и не дадим повода никому расшатать здесь лодку в какую-то ситуацию. Всех благодарю за участие и призываю в таком же ключе отработать и День знаний, и праздничные мероприятия, и выборную кампанию, и многие-многие другие цели, задачи выполнить, которые у нас еще предстоят в этом году. Также на совбезе рассмотрели вопросы дорожной и пожарной безопасности, подготовку к выборам, которые пройдут в единый день голосования 9 сентября. Обсудили мероприятия по противодействию терроризму и другие вопросы. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «ЛАБА». В Лабинске вовсю готовятся к празднику. В санитарную пятницу работа кипела на улице Турченинова. Сквер, который находится на въезде в город, постепенно обретает новый вид. Работы по благоустройству сквера практически подходят к концу. Тротуар заасфальтирован. В эту пятницу там приводили в порядок деревья. Теперь последний этап планирования грунта. Завоз еще нормального чернозема грунта. Планирование его. И обрезка веток. Дальше будут установлены скамьи в тех карманах, которые там смонтированы, заасфальтировали. Проложенная электропроводка уже в земле. И будут установлены 20 светильников, светильники заказа. В администрации города планируют завершить весь объем работ к 25 августа. Тогда можно будет увидеть обновленный сквер на въезде в город. В одной из сторон планируют установить архитектурную группу с символами Лобинска и Лобинского района. Чуть дальше по улице, на пересечении Турчениновой свободы, тоже кипит работа. Смонтированы бордюры. Спланирована территория. Здесь будет клумба. Разработана клумба. Установлены фундаментные блоки. С тыльной стороны смонтирована плитка. С наружной и с верхней стороны будет смонтирована плитка. Установлен некий архитектурный элемент города. А это опора, которая стоит. Она не вписывается в этот архитектурный дизайн. Поэтому она будет перестановлена на 20 метров туда вглубь. А здесь будут буквы город Лобинск на въезде. Ну и посвящение, начало города. Сегодня мы подводим итоги второго этапа квест-викторины, которая посвящена истории Лобинска. Спонсором второго этапа стала проектная компания. Ее директор наградил победителей. Мы всегда рады приветствовать конкурсы, которые направлены на историческую ценность нашего Лобинского района. Чтобы люди покопались в истории, вспомнили, как жили наши предки, как назывались улицы, как происходило у нас здесь. И поэтому всегда рады как-то приобщиться, поддержать людей, чтобы им еще был какой-то небольшой презент, награда. Вот она, тройка победителей очередного этапа викторины. К каждому купон для дальнейшего участия в квест-викторине и сертификат на 3000 рублей от проектной компании. Победители смогут приобрести товары к учебному году на эту сумму в магазинах «Оазис» и «Кругозор». Во втором этапе победили Константин Екатерина Хривко и студент КЛМК Евгения Иванова. Хочется узнать поближе историю города, узнать интересные факты и поучаствовать в этой квест-викторине. Каждый из победителей выполнил задание в первые часы. Пришлось ехать на съемку глубокой ночью. В 12 ночи я открыла свой инстаграм и увидела задание. Там надо было найти название старых улиц и как они переименованы именно в наше время. Около часа мы, наверное, с родителями сидели, перелистали все книжки, в интернете информации было мало. И вот спустя полтора часа мы все-таки нашли название новых улиц и поехали в 2 часа ночи фотографировать улицы. Это незабываемое приключение. Ездить по нашему ночному Лобинску благодарю проектную компанию за этот сертификат. И действительно эти деньги пойдут по направлению к нашей школе, потому что это действительно актуально лично для меня. Напоминаем, что главный приз викторины iPhone X. Он будет разыгран в суперфинале. Так что следите за публикациями на портале Лобинск.Медиа и включайтесь в третий тур. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания Лоба. В честь Дня строителя в городском Доме культуры состоялось торжественное мероприятие «Чествовали лучших по профессии». Более 20 человек получили грамоты из рук главы района. С подробностями Лилица Акян. Человек строит и созидает с самого начала создания общества. Строители – люди самой мирной и созидательной профессии. Однако труд этот тяжел и ответственен. Но есть в августе такой день, когда все строители могут отложить в сторону из-за меня все свои дела, чтобы отдохнуть и принять поздравления. Вам я хочу пожелать здоровья, благополучия, чтобы несмотря на занятность, постоянные нервные срывы, потому что любая стройка связана с какими-то сроками, с качеством, с заказчиком, с исполнителем, с надзирающими органами. Это, конечно, отнимает много времени и нервов. Я хочу пожелать, чтобы у вас как можно больше было спокойных дней и возможности проводить время с близкими, с родными, с своими людьми. Успехов, удачи! С праздником, дорогие друзья! В этот день чествовали самых лучших представителей строительных организаций Лагинского района. И они, в свою очередь, поздравили своих коллег. Профессия-то довольно-таки такая тяжелая. Мне хочется пожелать в этот день строителям, всем строителям, успехов в работе, благополучия, материального достатка и крепкого здоровья. Главное, чтобы работа была. Поэтому хочу пожелать всем коллегам побольше объемов, хорошей погоды и грамотных сотрудников. Купив строительные или отделочные материалы, в строительном центре «Русский лес» можно стать обладателем велосипеда, электроинструмента, телевизора и даже автомобиля. Подробности в нашем сюжете на правах рекламы. Строительный центр «Русский лес» – это отделочные и кровельные материалы, поликарбонат, металлопрокат, электротовары, пиломатериалы. Придя в одно место, можно купить все для строительства целого дома. А если понадобится, то инструменты тоже можно приобрести здесь. Наш центр «Русский лес» специализируется на металлопрокате, то есть это труба профильная, также доска обрезная, поликарбонат, профнастил, в общем, ну и всевозможные инструменты. Этот центр уже давно полюбили те, кто занимаются ремонтными и строительными работами. О преимуществах, акциях и сервисе говорят постоянные покупатели. Во-первых, большой выбор продукции, строительный материал, я имею в виду инструменты, большой выбор. Ну, в принципе, цена приемлемая и хорошее обслуживание молодых продавцов это привлекает. Не первый раз обращаюсь в этот центр, мне очень нравится здесь, и персонал нравится, и обслуживание нравится, материал, который они везут. Вот, в частности, вот по металлопрокату я обращаюсь к ним, то есть северсталь, да, хороший материал. И вообще нравится доставка бесплатная. Не только бесплатная доставка по городу, но и за помощь в расчете необходимого материала тоже платить не придется. Кроме того, помогут разрезать по заданным размерам трубы и погрузить, если кто-то самостоятельно готов увезти покупку. А за таким сервисом возвращаются вновь и вновь. Качество обслуживания нас очень даже устраивает. Мне нравится, что здесь очень оперативно обслуживают и товар очень хорошего качества. Я имею в виду металл всегда у них чистенький, не заржавевший, поскольку он находится под крышей. То есть мне нравится здесь все, поэтому я здесь и постоянный покупатель. Для всех своих покупателей «Русский лес» приготовил сюрприз. 4 мая состоится розыгрыш полезных призов, главный из которых уже стоит в торговом зале. Совершая покупку на 3000 рублей любого товара, мы выдаем купон. Эти купоны также можно еще будет получать. Это продлится у нас до 4 мая. 4 мая будет розыгрыш призов. Призы будут всевозможные от электроинструмента, велосипеда. И главным нашим призом будет «Лада Гранта». Купоны для розыгрыша начали выдавать уже 15 августа. Главное, чтобы чек был не менее 3000 рублей. Следует отметить, что в строительном центре «Русский лес» есть система скидок. Покупателям предложат дисконтные карты, а расплатиться за товар можно в том числе по безналичным расчетам. Правила проведения розыгрыша призов необходимо уточнить у организаторов. Адрес Лобинск, улица Владимирская, 171. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». Этот выпуск новостей подошел к концу. Всего вам доброго. До свидания.